Добрый день, уважаемые друзья! Мы снова с вами в нашем домашнем кинозале Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил. И вновь у Крана я, ведущий нашего цикла кинопоказов, кинофильмов начальник Центрального офицерского клуба Владимир Лужбин. Сегодня мы представляем вашему вниманию уникальный, любимый фильм. Фильм, который и плакали, и любовались, и ликовали. Фильм «Белорусский вокзал». Именно отсюда 22 июня 1941 года отправлялись военные эшелоны и туда же они приезжали 9 мая 1945 года. Фильм «Белорусский вокзал» о встрече фронтовых друзей снял молодой режиссер Андрей Смирнов. В 60-х годах его отец, писатель Сергей Смирнов был ведущим программы рассказы неизвестных героев и многие годы посвятил поискам солдат, совершивших подвиг по время войны и реабитации военнопленных. Смирнов лично знал многих ветеранов, с которыми встречался его отец. Сценарий драматурга Вадима Трунина уже какое-то время лежал на киностудии «Мосфильм», но не удавалось найти режиссера. Предложили Ларисе Шепедько. Ее работа не заинтересовала. Другие режиссеры также ответили отказом. Трунин несколько раз переписывал сценарий по требованиям киностудии, но в результате с ним вообще расторгли договор. Сценаристу повезло, что Андрей Смирнов успел познакомиться с его работой и нашел Трунина в киноэкспедиции в Северной Азии, чтобы казать о своем желании снять фильм. Они переписывали сценарий и упорно ходили с ним по киностудиям, но приютила их только экспериментальная студия Григория Чухрая. Съемки фильма в несколько раз останавливали создателей, обвиняли, что они снимают упадническое кино, в котором бывшие фронтовики выглядят неприкаянными. Сценарий дорабатывали по входу съемок, вставили историю с газовой аварией, вычеркнули несколько эпизодов, в том числе и с дракой в ресторане. По задумке сценариста, фронтовые друзья поссорились с компанией молодежи и, вспомнил свое десантское прошлое, положили нерегалов лицом в пол. Оттуда всех забрали в милицию, но ветераны скрутили охрану и ушли. Этот эпизод запретили снимать, посчитав, что это порочит честь милиции. Режиссер и сценарист с самого начала решили приглашать на главные роли известных артистов. Роль слесаря Ивана Приходько была написана специально для Евгения Леонова, но ради порядка сделали пробы еще и Николая Рыбникова. Остальные актеры были утверждены в результате долгих проб. Бухгалтера Дубинского могли сыграть Николай Гринко или Иннокентий Смоктуновский. Директором комбината могли стать Михаил Ульянов, Севолод Санаев и даже режиссер Эльдар Рязанов. А на роль журналиста пробовались Армен Джихарханян и Леонид Кулагин. В результате были утверждены Анатолий Попанов, Всеволод Сафонов и Алексей Глазарин. На роль фронтовой медсестры пробовалась и Асалина. Она очень хотела сниматься, но когда оказалась в компании Леонова, Попанова, Сафонова и Глазарина, то почувствовала себя чужой. Савина сказала, что не может быть однополчанкой людей этого поколения. И предложила попробовать на роль Нину Урган. Актрису пригласили на пробы, но ответа ей так и не дали. Урган ждала почти год, а потом прочитала в газете, что съемки фильма «Белорусский вокзал» закончены. Но не успела актриса расстроиться, как ей позвонил режиссер фильма и попросил срочно приехать на вторую пробу. Оказалось, что он снял все, кроме сцен, с бывшей медсестрой Раи. Смирнову пришлось отстаивать кандидатуру Нины Ургану перед руководством киностудии. Там заочно утвердили Инну Макарова, так как ее пробы очень понравились министру культуры Екатерине Фурцевой. И режиссер сказал, что в таком случае отказывается от работы. И через три дня начальство пошло на попятное. Актеры долго не представляли, что получится в результате работы, так как режиссер снимал сцены не по порядку. 29-летнему режиссеру первое время вообще относились скептически, но он сумел завоевать расположение метров, и потом актеры с удовольствием вспоминали дружескую атмосферу на съемках. Очень выручали режиссера Евгений Леонов и Анатолий Папанов. Прирожденные комики умели разрядить обстановку в случае недопонимания. Написать песню для фильма сценарист попросил Булата Акуджава. Барт сначала отказался, сказал, что больше песен не пишет, надоело. Но его попросили посмотреть черновой материал фильма и потом принять окончательное решение. После просмотра Акуджава сказал, что берется за работу. И специально для Нины Урка написал песню «Нам нужна одна победа». Сама же актриса очень хотела спеть что-нибудь из репертуара Шудженко, например, «Синий платочек», но спорить с режиссером не решилась. Она проникла с песни Акуджава только после того, как на репетиции увидела слезы на глазах у актеров. После этого самым сложным было выполнить требования режиссера не плакать самой. Оркестровывая аранжировку песни, написал композитор Альфред Шнитке, но настоял, чтобы и в фильме, и на всех пластинках автора музыки указывался только Булат Акуджава. Итак, мы готовы снова пригласить вас на просмотр нашего замечательного, легендарного кинофильма «Белорусский вокзал». Хорошего просмотра, друзья! И не забывайте присылать свои пожелания и ставить лайки. Спасибо! До новых встреч!